В Твери, в Международный день школьных библиотек, прошло подведение итогов 10-го городского конкурса. О том, как он проходил и кто стал его победителем, в нашем следующем сюжете. Конкурс проводился в несколько этапов. Каждая школа-участник должна была подготовить видеовизитку и провести по своей библиотеке онлайн-экскурсию. В школе номер 14 к испытанию подготовились основательно. Ученики презентовали виртуальный проект, где рассказали о тех книгах, которые взяли почитать в школьной библиотеке. Визитка в школьной библиотеке называлась «Библиотека – место силы». Это действительно так, поскольку дети приходят в нашу библиотеку не только читать, но и рисовать, играть, получать какие-то знания. И даже отдыхать на переменках, психологически расслабляться после серьезных уроков. Проект объединил книгу и гаджет. Все видеообразы ученики разместили в соцсетях, без которых уже сложно представить учебный процесс. Активно участвовали и старшеклассники, и ученики начальной школы. Например, ученица третьего Б-класса Дарья Белова выбрала для своего обзора сказочную повесть «Волшебник изумрудного города». Эта книга мне очень понравилась, потому что я ее прочитала летом, я прям загорелась, мне очень она понравилась. Там самый главный герой меня это страшило, потому что он все время был веселым, всегда смеялся, что бы с ним ни случилось. Виртуальная библиотека 14-й школы будет пополняться, путешествуя по классам. Кстати, именно этот проект занял в городском конкурсе название «Лучшей библиотеки. Первое место». Подведение итогов прошло в управлении образования администрации города. У нас 52 школы, во всех школах действуют библиотеки, и практически в каждой школе эти библиотеки работают с огромной отдачей. Мы всегда готовы и будем помогать нашим школьным библиотекам, обеспечивать их развитие и делать все возможное, чтобы библиотеки по-прежнему занимали самое достойное место в нашей школьной работе. Всего в конкурсе приняли участие 7 образовательных учреждений. Каждая школьная библиотека получила подарки. Среди них набор книг для пополнения фонда художественной литературы.